Это было примерно в 10 часов вечера. Возвращались с премии, где вручали весне премию, с мероприятий, где вручали премию. Выбежали из всех машин несколько, ну что, 10, наверное, в масках. Вот, в ту же секунду мы оказались на земле. Мы ехали в автомобиле с сотрудниками неизвестными в масках. Марфа была в другой машине, я даже не знаю, куда. Ну, я так предполагаю, сразу же в глубокую ее повезли. Мы приехали к нашему дому. Вот, мы живем в районе Каскада, известного ныне. И получается, там у нас во дворах стоят шлагбаумы. И это их очень так, немножко они опешили, потому что для того, чтобы открыть шлагбаум, соответственно, нужно там жить. Открыть они не могли, а до подъезда мне нужно было довольно долго везти. Вот, поэтому, а учитывая то, что у нас во дворе каждый вечер происходит собрание жильцов, вот, очень много народу, они могли бы это увидеть. После того, как там вроде потише стало, они меня вывели. Сказали вообще не смотреть по сторонам. Я один был во время обыска. Было два понятых, явно таких, скажем так, как говорится, асоциальных элементах. И они явно были знакомы с сотрудниками ГУБОПа, потому что они вот общались между собой, как будто они давно-давно друг друга знают. Они явно были привезенные, ну и соседи, они просто не осмелились позвать. Забрали они у нас все ноутбуки, которые наши, телефоны, то есть всю технику. Забрали они деньги, которые нашли. Ну вот, причем там в конце обыска один из сотрудников ГУБОП вронил фразу, мол, что, мол, как вам повезло, что вы не миллионеры, а мы-то надеялись. У нас были направления для независимых наблюдателей на участке по наблюдению за выборами, по дни голосования. Их вот это очень заинтересовало. Вот это они все забрали. Попросил уже в здании ГУБОПа дать мне бумаги какие-то о том, что у нас забрали. Ну, сказали, ну, потом. Потом отдадим. Вот, ну вот это потом уже длится долгое время. То есть никто ничего не отдает. Все, что изъяли, забрали, сгрузили в сумку, вот, посадили в автомобиль и поехали на печально известную революционную 3 улицы, где расположен ГУБОП. Меня завели в кабинет. И, ну, вот с того момента, то есть игра там хороших полицейских закончилась. Они меня посадили на стул, одели на голову какой-то... Ну, я сейчас понимаю, это что-то типа сумки, наверное, какой-то большой был. Я не знаю, она вот, то есть меня полностью скрывала до груди. Вот, и она очень плотная такая была. Начались разговоры о том, что мы повторим Окрестино, сейчас там ОМОН приедет. Один сотрудник постоянно ходил, говорил о том, что, ну, как там давно я не стрелял там из пистолета. Потом они вывели меня, опять же, с этой сумкой на голове или там с мешком каким-то в коридор. Начали водить по коридорам, каким-то лестницам. Вот, и привели уже еще в один кабинет. Мешок сняли с головы. То есть уже они начали вежливо со мной разговаривать. Пресс-служба МВД на следующий день, как обычно, выпустила опровержение. Там видео, которое порезанное явно. То есть вот они заводят меня в коридор, там видео обрывается. Вот, и меня уже выводят из ГУБОПа. То есть что было между вот этими кадрами, естественно, они не показали. Плюс заретушировали даже время. Написали, что это, конечно, все неправда. Ну, если страшно, то своих же действий. То есть они понимают, что нарушают закон, они его целенаправленно нарушают. Они говорили, вот вы там такие подонки, там вот весна, правозащитники. Вы помогаете всем этим демонстрантам. Демонстрантам, вот демонстранты, они проплачены все. Там Польша, агенты Польши, Польша там враги. Вот их там демонстрантов нужно на 5 лет посадить, вас там на 10 лет посадить. Вообще-то вас там все, Свету нужно жить. Мы спрашивали про массовые беспорядки, какое там вы отношение к ним имеете, давай или говори. Они начали говорить о том, что вот поддержим там Марфу некоторое время. Нам, в принципе, все равно. Через пару дней пойдет на подписку о невыезде. Но обвинение мы в любом случае предъявим. Ну, то есть обвинение вот они предъявили, может быть, я надеюсь, что слово сдержит свое хоть раз и отпустит на подписку о невыезде. Повышенное внимание к Марфе я связываю, во-первых, с тем, что она является координатором волонтерской службы весны. Волонтеры в последние месяцы очень важную, большую роль играют в помощи пострадавшим от репрессий. Участвовал в компании «Правооборонцы за свободные выборы». Там от этой компании было зарегистрировано около полутора тысяч наблюдателей. Естественно, там около, по-моему, только сотни человек допустили к наблюдению на выборах, непосредственному наблюдению. Марфа пришла в весну и реанимировала волонтерскую службу. И вместе с ней пришло очень много людей новых, волонтеров. Она делала очень много работы не только по защите прав человека, но и по гражданскому контролю. Во время выборов она координировала огромное количество людей, работала сутками, почти не спала. При этом она всегда находила время, чтобы передать передачу близ заключенным. И когда даже не находились волонтеры, она делала это сама, несмотря на свой график. Волонтеры досылают листы, паштовки, где передают харчовые посылки тем, кто затриман в связи со сбором подписов. Некольки разов на тысячи громадской активистской волонтерка Марфа Рабкова властноручно сбирают харчовые передачи, где относит у Сезана в улице Володарского в Менску. Тут утромливают Сергея Тихановского и девятьсёк ягонных поплечников. Часто по политическим делам людей ограничивают доступ к информации, к письмам, свиданий никаких нет. И для них передача это не только помощь материальная, помощь едой, но и весточка с нашей стороны о том, что мы с вами, мы вас помним и всё в порядке, держитесь. Марфа прекрасный человек, прекрасный командный игрок, с ней всегда было комфортно. И Марфа всегда внимательна к людям, что немаловажно. И ценности, которые она декорирует, полностью совпадают с тем, как она поступает, как она себя ведёт, как она живёт, как она разговаривает с людьми и что она делает. Угрозы были последние несколько месяцев, ещё с лета. Задерживали волонтёров весны и говорили о том, что мы скоро-скоро за всеми придём, и начнём именно с Марфы. Когда уже всех, по сути, выдавили из страны, все команды, всех активистов, всех кандидатов в президенты, кого там не выдавили, кого посадили. Ну, пришла очередь гражданского общества. И таким образом они, какой-то такой скрушительный, каким кажется, удар хотят нанести именно по волонтёрскому движению в Беларуси. Волонтёрская служба весны активно занимается фиксацией нарушений законодательства в сфере прав человека и делает, видимо, это очень эффективно. И, соответственно, вероятно, как мне кажется, силовики решили обезглавить волонтёрскую службу, думая, что таким образом её деятельность остановится. Однако, ну, логика здесь совершенно иная, чем у людей, которые живут по приказу, действуют по приказу и за деньги, здесь в волонтёрской службе весны люди действуют по своей доброй воле и по своей совести, и совершенно бесплатно, поэтому можно убрать одного координатора, второго координатора, ещё десять координаторов, но мы тогда скоординируемся сами, потому что нас никто не заставляет это делать, мы сами это хотим. Поначалу там не говорили вообще, где она находится, примерно к вечеру, к вечеру, к обеду следующего дня мы нашли её на Крестина, сидела в одиночной камере, ну, или, по крайней мере, одна в камере она сидела. Изоляцию хотели устроить, вариант психологического давления, вот. Ну, и сейчас это тоже продолжается, но уже посредством иных практик, то есть ей пишут письма, она часть получает, открыток, писем, но всё, что она пишет в ответ, то есть из стен Володарки это не выходит, то есть никто не получил ни одного письма, никто не получил ни одной открытки от неё, хотя точно известно, что на всё она отвечает, то есть вплоть до того, что матери даже не дают написать. Любая художественная литература, даже научная, я ей там передавал, научные работы различного толка, вот, то есть это тоже не приняли, сказали, ну, пусть читает Уголовный кодекс и Библию, всё, всё, что можно читать. Настроена она по-боевому, то есть она не думает вообще никоим образом, то есть раскисать, расслабляться, ну, то есть максимально собрана в том положении, в котором она находится. Показания она давать не собирается, ну и в принципе там не о чём давать показания, это просто высосанные с пальца какие-то бредни о финансировании и подготовке массовых беспорядков. Это очень грустно, это очень злит, и эта злость мотивирует работать ещё сильнее за себя и за Марфу. Поэтому я думаю, что нам это только добавило энергии действовать дальше, дальше бороться за права всех политико-мечённых, и в частности Марфу, потому что она там с ними, мы её знаем, мы её видели каждый день, мы с ней разговаривали, а теперь она в тюрьме. И это очень сильный личный удар, поэтому это уже становится делом чести. Марфа, привет! Ты смотришь это видео, когда уже всё закончилось, и всё хорошо, и ты дома. И я хочу тебе сказать, что мы тебя очень ждали, и вот тебе привет от нас всех!